День Победы Олицетворением мужества нашего народа, мощи страны и крепости ее духа является парад Победы. Сегодня он в разных городах России объединил всех победителей и их потомков. День Победы это праздник, который был, есть и будет для России и для нашего народа священным. Так Владимир Путин сегодня поздравил россиян. Рустам Миниханов в своем обращении к ветеранам отметил, мы сделаем все, чтобы подвиги наших дедов и прадедов не забылись. В этом году Парад Победы в Казани прошел на площади тысячелетия и мы сейчас покажем самые яркие моменты того, что там происходило. Ветераны на трибунах, тысячи зрителей на сконе Кремля, колонна техники в боевой готовности на мосту. На площадь Парада на знаменитой Победе приезжает Рустам Миниханов с Ментимиром Шаймеевым. За рулем сам президент. Они отправляются на трибуны и рассаживаются рядом с ветеранами. Звон колоколов, часы бьют ровно десять и торжественный марш в честь 76-й годовщины Победы начинается. Впервые Казань его принимает в статусе города трудовой доблести. На площади тысячелетия государственные флаги и знамя Победы. На прямой связи с площадью тысячелетия Красная площадь. Ветеранов и всех россиян поздравляет президент страны Владимир Путин. С праздником, который был, есть и будет для России нашего народа священным. Он наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм. Наш по праву наследников поколения победителей. Поколение, которое мы чтим и которым гордимся. В первых рядах на трибунах они, герои-победители. Парад в первую очередь для них. Это благодарность потомков за их героизм, доблесть и отвагу. С глубоким почтением и гордостью мы склоняем голову перед павшими на полях сражений. Память о великом подвиге нашего народа навсегда останется в наших сердцах. Женю Канеблян с днем великой победы. Ура! Задают темп и первыми идут в строю рота барабанщиков. За ними еще две тысячи военнослужащих, курсантов, кадетов и правоохранителей. Все линия к линии, в идеальной форме. Все строго по уставу. В парадном строю лучшие из лучших. Те, кто отличной учебой и службой заслужили право пройти в день победы по площади тысячелетия. У некоторых на груди медали и награды за службу, полученные уже в наше время. За парадными расчетами военная техника. БТРы, танки ИС, Т-34, легендарный колхозник Татарии и Катюша. С ними шли к победе. В тылу в это время шла своя борьба. Подвиг на фронте и в тылу равноценна. Это для нас самый дорогой праздник, день победы. Это же мы ждали, тогда воевали этот день. Каждый день боролись. И это внимание, это отношение, такие человечества, чтобы вещь не было. Горжусь тем, что очень долго я в советской армии служил. Был всегда на переднем крае и верность Родине хранил. Они – наша гордость. Их героизм и подвиг в истории навсегда. Для них сегодня после парада концерт. Символично, что военную композицию «Любимый город» сегодня исполнил актер Павел Приучный, который сыграл нашего Михаила Девятаева в одноименном фильме. И сегодня на площади тысячелетия всеживающие смогли прикоснуться уже к современной военной технике и танкам. Самые смелые попробовали себя в сборке и разборке автомата. Завершился же парад традиционно под песню, строки которой каждый знает наизусть. Песня «Любимый город» Салават Мухумадуллин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Сегодня с самого утра татарстанцы несут цветы к памятникам и мемориалам в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. С цветами к вечному огню в Парке Победы сегодня пришли Рустам Миниханов, председатель госсовета Фарид Мухамедшин, премьер Алексей Писошин, государственный советник Республики Ментимер Шамиев. Они пообщались с ветеранами и поздравили всех с 9 мая. Президент Татарстана и другие официальные лица возложили цветы к вечному огню, памятнику труженикам тыла, к монументу матерям и вдовам погибших воинов и к монументу советскому солдату. Великая была победа, великая была радость и радость в том, что все-таки дожили мы до этого дня. Пожалуйста, дорожите завоеваниями своего народа, пусть все поколения помнят историю свою и знают. Также в Парке Победы президент Татарстана осмотрел фотовыставку «Город трудовой доблести». На Арском кладбище память погибших в Великой Отечественной войне почтил премьер Алексей Писошин. Он возложил цветы к памятнику воинам-победителям, монументу скорбящей солдаты на могилы героев Советского Союза Михаила Девятаева и Бориса Кузнецова. На Архангельском кладбище Казани цветы возложил Фарид Мухаммедшин. Здесь расположены 10 братских могил, свыше 450 могильных тумб, где увековечены имена полутора тысяч похороненных. На площади Тысячелетия начался праздничный концерт и выступление тысячного хора «Поющая Казань». Известно, что именно песня на фронтовой полосе помогла солдатам воспрять духом перед боем. Сегодня военные песни звучат на всех языках нашей многонациональной страны. На площади Тысячелетия сейчас работает моя коллега Алия Хайруддинова. Она уже проникла с атмосферой праздника и концерта и сама готова на сцену. Алия, здравствуй, что ты нам сейчас споешь? «Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне». Добрый вечер, Алексей, с Днём Победы. Наверное, именно такой должна быть наша победная весна. В парке Тысячелетия она, поющая прямо сейчас на сцене, уже звучат знакомые нам мелодии. Обязательно будут и военные песни, и знаменитую Катюшу. День Победы, клён зелёный, споют все от мал до велика. И на самом деле, прямо сейчас мы уже можем наблюдать, на сцене выступает группа «Добро». Многие подпевают и, конечно же, подтанцовывают. Вот такое вот народное караоке превращается из поющего в поющее танцевальное. Давайте немножко посмотрим. Девятое мая продолжается. И на самом деле, это для нас священный, очень дорогой праздник. Хочется сказать, что кульминацией праздника, конечно же, будет салют. Лучше всего его наблюдать с акватории Казанки. И напомню, что наш канал обязательно будет транслировать всю эту красоту. И на самом деле, мы сегодня работали для нас. И надеюсь, что смогли передать всю красоту Великого Дня Победы. Мы пока остаёмся здесь, наслаждаемся, поём и танцуем. Кто ещё дома, приходите сюда. Алексей, слово вам. Спасибо, Ария, ну а мы продолжим событийную панораму этого дня. Сегодня, в День Победы, в Лаишево двойной праздник. Здесь открыли бюст героя Советского Союза Борису Кузнецову. Он ушёл из жизни в конце прошлого года и был последним героем Советского Союза в Татарстане. Для республики Борис Кузнецов был настоящей легендой. Особенным человеком был он и для лаишевцев. Здесь он прожил последние годы. Мы часто были у него в гостях, и это событие мы не могли пропустить. Это парад Победы в Лаишево. 76-ю Победную весну встречают без него Бориса Кузнецова, последнего героя Советского Союза в Татарстане. Память его увековечили в бронзе. Бюст установили в Парке Победы Лаишево. Здесь он жил последние годы. Сегодняшнее открытие памятника – это день уважения. И ведь он достоин того, чтобы память о нем и его героическом подвиге сохранилась в сердцах потомков. 16-летним парнишкой он отправился на фронт. Уже в 17 стал героем Советского Союза. На его долю выпали бои на Волховском, Степном фронтах. Сражение под Ленинградом на Курской дуге. Подвиг, который принес ему золотую звезду, Борис Кузнецов совершил при форсировании Днепра. Будучи дважды раненым в критический момент при гибели командиров, поднял бойцов в контратаку. О своих подвигах он не любил рассказывать никогда. Я привыкла, что он всегда радовался, что он всегда веселился, что ему всегда все надо было. 75 раз он с различных трибун благодарил людей за эту победу. Те, кто воевал, те, кто ковал победу в тылу. Вот это долголетие, я думаю, что продолжится в том бюсте, который сегодня открыли. Для республики он был настоящей легендой. Придем к нему и будем поздороваться все время. Скажем, здравствуй, Борис Кирилевич. Спасибо, скажем, низкий поклон ему. Оптимистичный, вечный, заражающий своей энергией всех. Этот человек останется навсегда в нашей памяти, как победитель. В Казани кадетская школа. Здесь в Лаишево вторая школа носит имя героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Ни одно мероприятие не проходило без его участия. Он всегда был в центре всех событий. И теперь память о нем навсегда в самом центре его города. Вероника Гайнудинова, Александр Лобанов, ТНВ, Лаишево. В архивах ТНВ мы нашли уникальное интервью с героями Советского Союза. Их уже нет в живых. А многих из них сняты фильмы, написаны книги. Их подвиг изучают в школах. Сегодня, в этот день победы, прилагаем увидеть и услышать их голос. Нам пришлось не против ветра идти, а против пуль. Всегда за нами шла смерть. И поэтому, чтобы наша молодежь была бы хорошей, мне кажется, о войне надо чаще говорить. Самое страшное для летчика, это когда в прожекторах находишься. Потому что летчику ничего не бывает видно, кроме своего собственного самолета, даже и то не весь самолет. Поэтому и из земли имеют возможность вести прицельный огонь. Поэтому в первую очередь нужно было выходить из лучей прожекторов. Я сказал сам себе, вот здесь я приму свой последний бой. В этом бою погибну. Но прежде чем я погибну, я их еще уложу в пару десятков. Потому что я здесь хозяин. На моем распоряжении еще имеется пять штук гранат, лимон. Я уничтожил несколько немецких танков. Очень много живой силы немецких войск. И последним снарядом, который разорвался под лафетом, я больше ничего не помню. И я уже очнулся на седьмые сутки в госпитале. Весь наш советский народ был в Берлине. Некоторые говорят, я Берлин взял. А я говорю, Берлин взяли все. Их кто работал за станком, тащил эти снаряды. И эти снаряды пускал по Берлину наши артиллеристы. Независимо с какой стороны, на каком фронте. Все взяли Берлин. Сегодня мы весь день говорим спасибо победителям. Им тоже есть, что нам сказать. Александр Рубенович Шахназаров. 94 года. Он отправился на Сталинградскую битву 15-летним мальчишкой. Несмотря на возраст, он, как и все представители того поколения, прошел все ужасы войны. Наталья Мезина продолжит. Берег права, берег права, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда. Кому память, как мне, например, кому слава, а кому темная вода. Александр Шахназаров цитирует поэму Василий Теркин. Эти строчки написаны словно о нем и о его боевых товарищах. Тогда в эту темную воду на Сталинградской битве ушли 118 его однополчан. И каждый рейс через переправу по Волге для них был как последний. Нас догоняет Чикалов. Когда мы поравнялись, выходит моряк и вызывает на связь. Он пишет, нет ли на борту медика. Я отвечаю, нет. Он пишет мне, жаль, счастливого плавания. Минут 40 прошло. Вперед он прошел и бам, большой взрыв, он орвался на мету. На Сталинград Александр Шахназаров попал 15-летним подростком. Тогда он учился в Астраханском речном техникуме. На дворе был 42-й год. Немцы вовсю продвигались вглубь страны. Их самолеты то и дело появлялись над Волгой. Задача номер один – остановить врага. И Александр Шахназаров наравне со всеми выполнял боевое задание. 6 часов на лахте, 6 часов на так называемом отдыхе. Там же 38-40 температуры. Три котла, 6 топок. Выходят хлебнуть немножко свежего воздуха. Адский труд, адское состояние. Враг был отброшен от Волги в феврале 43-го. В 44-м Александр Шахназаров поступил в артиллерийское училище в Ростове-на-Дону. И здесь же он встретил День Победы. Теперь Александр Шахназаров – участник торжеств в честь Дня Победы. В 2013 году в Кремле у Владимира Путина он представлял Татарстан по случаю 70-летия победы в Сталинградской битве. Вот мой стол, на котором я сижу здесь, как раз находится вот здесь. Вот он. А здесь вот стол правительства. За его плечами 33 года службы в рядах Красной Армии. 25 лет работы в Казанском Суворовском училище. Почти 20 завкафедр в КАИ. На заслуженный отдых Александр Рубенович вышел только на 70-м году жизни. Сейчас ему 94 и мечтает только об одном. Мечтаем только о том, чтобы всем остальным было бы жить получше. И хотели, конечно, чтобы никогда никого не появилось вот такое зло на пути своим жизненным. Наталья Мезина, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Уже есть населенные пункты, где не осталось ни одного ветерана. Так, в селе Татарское Ходяшево Пестричинского района последнего фронтовика похоронили более 10 лет назад. Как сейчас там проходит 9 мая, увидел Дмитрий Аринин. Вот здесь у нас лежит прадедушка. Он воевал в Великой Отечественной войне. Ты уж ее не застал его. Газис Хабибуллин ушел из жизни в 2010 году. С тех пор в селе Татарское Ходяшево не осталось ни одного участника Великой Отечественной войны. Но 9 мая отмечают всем селом. Сначала идут к могилам фронтовиков. Я помню, его застал, с ним мешал. Он был добрым, ласковым, хорошим. Мы помним их, на кладбище ходим, на могилку, чистим их. Очень трудно, когда вот они их самих нет сейчас. В годы войны из этого села на фронт ушли более 300 человек, половина деревни. Каждый второй не вернулся. Но имена всех ветеранов сегодня звучат на митинге у Вечного Огня. К мемориалу школьники пришли с портретами своих дедов и прадедов. У меня на портрете дед Галехмедов Касым. Он вернулся живой из войны. Я очень горжусь им. Это мой прадед с маминой стороны. Он очень был дружелюбным человеком, всегда помогал людям. Как вспоминают, ветераны в этот день всегда были со своими сельчанами. Уже 10 лет их нет рядом. 9 мая вдовы фронтовиков, а их здесь две, рассказывают детям, что такое война. Когда я с четвертым классом училась, у нас дома открыли медфункт. Я там в санитарке работала. Каждый месяц два раза 8 километров пешком отчет везла в Пановку. Эта красная звезда означает, что в этом доме жил участник, ветеран Великой Отечественной войны. Еще для детей устраивают экскурсию по селу, показывают дома, где жили ветераны и рассказывают о их подвигах. Все должны помнить, что это была очень страшная война. Пример татарского Ходяшева показывает, что даже если нет живых свидетелей войны, подвиг героев бессмертен и память всегда жива. Дмитрий Ирин, Марат Зайдулин, ТНВ, Пестричинский район. У обновленного памятника воину-освободителю в Заинске прошли основные торжества. Напомним, монумент установили на этой неделе. И сегодня к нему пришли ветераны, общественники, жители города. Праздник был как никогда масштабным и зрелищным. В параде принял участие почти весь город. Рамиль Шайдулин о торжественных моментах. Ровным строем идут коллективы предприятий, школьники, горожане. Все они потомки победителей. Гордость за свою страну, за подвиг нашего народа. В войну из Заинска на фронт ушли 11 600 человек. Не вернулись больше 7 тысяч. Один из них отец Мадины Шевалиевой. На парад она вышла с его портретом. Что хотите пожелать всем остальным? Мирного жизни. Чтобы вода не было. Не страшна нам бабешка любая. А она миражна, родновата. Прошло 76 лет. И вот на эту технику можно теперь просто прийти и посмотреть. Дети играют. Ветераны приходя вспоминают тяжелое прошлое. Когда они отдали все, чтобы спасти этот мир. Их самоотверженность и героизм сегодня вспоминают на Бульваре Победы. Здесь идет масштабная постановка о Великой Отечественной. Зрители не сдерживают слез. Главные гости сегодня ветераны. Почти всем им за 90 со сцены фронтовиков благодарят за мирное небо. Дорогие ветераны, труженики тыла. Примите слова огромной благодарности за мирное небо над головой. За радость созидательной жизни. И словно с неба, с 5-метровой высоты, на родной Заинск смотрит воин-освободитель. Его установили накануне праздника. Каждый день проходим на этот солдат. У меня отец в 45-м году, 5 мая умер. В Берлине уже. Очень красивее. Я смотрю, вам весь заинский народ собрался. Всех, кто уважает свой город, все тут. Благодарные потомки возлагают солдату цветы. Пусть прошло 76 лет, но подвиг его не забыть никогда. Рамиль Шайдулин, Шан Мухаммедов, ТНВ, Заинск. И сегодня по традиции в России прошел бессмертный полк. Второй год подряд в режиме онлайн. Тысячи людей приняли участие. Среди них Рустам Миниханов. Он опубликовал фотографию своего дяди Галимзяна Миниханова. Ранее к акции присоединился государственный советник республики Митимир Шаймиев. В онлайн-шествии он разместил портрет своего отца Шагишарипа Шаймиева. Бессмертный полк прошел на ТНВ. Свои фотографии отправили наши телезрители. Казань присоединилась к всероссийской акции «Свеча памяти». В память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны взрослые вместе со своими детьми зажгли свечи и фонари в окнах домов. Акция вот уже 9 лет проходит по всей стране. Как этот день отметили в городах республики, самые яркие моменты Дня Победы собрала Светлана Звонарева. Праздник в Челнах начался с возложения цветов к памятнику Мусе Джалилю. Затем торжества прошли у мемориала «Родина-мать». Особенность этого года – победным маршем перед ветеранами прошли школьники и студенты. Сводный хор учащихся из 250 человек исполнили военные песни. Кадеты прошли перед ветеранами под барабанной дроби и показали свое мастерство. К ним присоединилась конная кавалерия, проехала военная техника. В Нижнекамске единым строем под центральным улицем идут ветераны. Сейчас в районе проживают 54 участника войны. Один из них – Анас Хайрулин. В 44-м 17-летнем возрасте был призван в пограничные войска. Кричали, радовались, плакали. Все было. Это большой праздник. Для тех ветеранов, кто не смог присутствовать на торжествах, парад устроили во дворах. Ветеран Великой Отечественной Роман Бугров из Альметьевска ушел на фронт в 42-м году. Четырежды был ранен. Сейчас в районе проживают 44 фронтовика. День Победы встретил я в Денинграде, в Двортовой площади. Поздравления прямо во дворе своих домов принимали и елабужские ветераны. В районе прошла акция «От сердца к сердцу». Пришли домой к каждому фронтовику. Сегодня в районе их 17. Особое внимание труженикам тыла и детям войны. Всех поздравляю с этим большим, великим праздником. Желаю мирного неба, здоровья. В Нурлате ветераны принимали парад Победы на площади. Затем за праздничным столом вспоминали военные годы и как пришла долгожданная весть. Шли мы утром рано в школу, навстречу нам учительниц по истории. И кричит, ребята, ребята, война окончилась. Бегите по всем улицам, сообщайте. Буинские ветераны на ретро-автомобилях приехали на главную площадь, где прошли торжества. Сейчас в районе проживают 16 участников Великой Отечественной войны. Для них организовали полевую кухню. Ранен был, ожил. Стою перед вами, вот, пожалуйста. Аллах, Аллах, Ваше Крадо. Вознакаево народные гуляния прошли и в Парке Победы, и на стадионе. Колонна ветеранов на полуторках, шествие со знаменами фронтов, праздничный концерт. Город отметил 9 мая масштабно. Распевает верховой, их ребята не впервые. В каждом районе Татарстана сегодня был особенный день. Внимание уделили каждому, кто ковал победу и кто совершал трудовые подвиги. Светлана Звонарева, Татарстан. Сегодня столица Татарстана перенеслась ровно на 76 лет назад, в мае 45-го года. На Кремлевской набережной развернулась полевая кухня. В парках и скверах звучали военные песни в сопровождении оркестра. А движения на дорогах Казани регулировали военные. Чем горожанам запомнится этот день? Самые яркие моменты у Натальи Мезиной. А что за масло положили? Рецепт той самой фронтовой каши сегодня торопится узнать каждый. А он просто гречка да мясо. Армейскую силу татарстанцы и гости столицы уплетают за обе щеки. А кто-то предлагает свои рецепты. Каша очень вкусная, соленоватая. Я бы добавила сюда немного грибов. Классно, спасибо. Солдаты почувствовали себя? Медсестру я почувствовала. Наевшаяся каша почувствовала, как я прямо иду в бой спасать солдатов. Вот сейчас я картошку закинул. 15 минут меня разбудишь. На Баумана кипит не только полевая кухня. Вся улица украшена флагами и советскими плакатами. Здесь и военные автомобили. ГАЗ-67 и ЗИС-5. Настоящая находка для детей. Знаю, что это машина. Противотанковая пушка, наверное, да? Да. Здесь пушка, потому что... Безопасность пешеходов сегодня под контролем особых регулировщиков. Перешла дорогу советским регулировщикам. Прямо почувствовала, как 76 лет назад. Техника, переодетые мужчины в таких формах. Это просто регулировщица стоит, которая напоминает. Прямо мурашки по телу. 9 мая 45-го года. Улицы переполнены людьми. Народ выходит, радуется, поздравляет друг друга с долгожданной победой. Вот и сегодня улица Баумана также переполнена. На улице праздничная майская атмосфера. И даже на здании тот же самый исторический плакат со словами «Вперед! Победе!». О том, как шли к этой великой победе, рассказывают уже в парке Победы. На выставке «Казань – город трудовой доблести». Подвиги своих предков вспоминают и казанцы. Колхозники у меня были родители. Они хлеб выращивали. О духе военного времени здесь рассказывают уже дети. Через музыку Сайдашева, Катюшу, Прощание славянки. На фестивале детских духовых оркестров «Фанфары Победы» собрались лучшие юные музыканты. Очень горжусь нашей Родиной, Победой. Очень рада, что наша страна помнит этот замечательный праздник. Ликование подхватывают уже в парке Горького. Здесь, под открытым мирным небом для татарстанцев, играет оркестр. Одних победные ноты уносят в пляс. Где мы с тобой танцуем? Всегда музыка завораживает. Реформация. Мы любим музыку. Мы люди советского формата. Других трогает до слез. Дед на войне улыбал. Ранение получил. Прожил очень хорошую жизнь. Я очень люблю этот праздник. Атмосфера Победного дня продолжится уличными показами военных фильмов на Баумана и народном караоке на Площади Тысячелетия. Наталья Мизина, Адель Миндебаев, ТНВ, Казань. И на этом завершается последний на сегодня выпуск новостей. Но наши коллеги продолжают работать. Впереди на ТНВ прямая трансляция фестиваля «Поющая Казань». И, конечно, Победного салюта. Еще раз с праздником и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова